12 центральных улиц города за свою историю несколько раз меняли названия. Например, Соборная стала улицей Суворова, Александровская улицей Калинина. Восстановить название помогли историки, затем разработали несколько вариантов указателей. По заказу госадминистрации изготавливают первую партию – 38 аншлагов. Всего их будет около двух сотен. Мы на плотере вылезаем на самоклейки контуры, все получаются уже будущего адреса. Потом снимаем ненужную пленку и с помощью монтажной пленки переносим его уже на носитель. Ну и в принципе так происходит весь этот процесс. Дизайнеры предложили несколько вариантов табличек. Окончательно утвержден самый экономичный вариант в черной-желтой гамме с кириллической графикой. Основа металлическая. Специалисты обещают, что несмотря на бюджетный ценовой уровень, такой указатель простоит несколько лет. Лист крашеной оцинковки и сверху идет наклейка из самоклеящейся пленки черной. Все изготавливаем сами. Все сделали здесь, своими руками, собственно, вручную. Вручную, да, да. Сидели до 9 часов, как стахановцы. Уже завтра приступят к монтажу аншлагов. Рядом с современными названиями улиц будут указаны исторические названия. В первую очередь яркие таблички установят на улице Ленина от вокзала до улицы Ткаченко и торжественно откроют в день города. В планах городских властей сделать заметную навигацию исторических объектов и установить информационные указатели вдоль трасс. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.